Сегодня, 21 июля, православные христиане отмечают светлый праздник. Русская православная церковь прославляет казанский образ Божьей Матери. Для прихожан Ставропольской и Невиномысской епархии праздник двойной. Кафедральный собор построен во имя казанской иконы Божьей Матери. Казанская икона отличается от других тем, что Богомладенец изображен стоящим по левую сторону от Матери. При этом его правая рука поднята, что символизирует благословение. Появление этой иконы датировано 21 июля по новому стилю 1579 годом. Произошло это во время сильных пожаров. Маленькой девочке Матроне во сне пришел образ Богоматери, и он велел пойти на место пожара и найти там икону. Приказ был выполнен, и среди завалов девочка нашла образ, который не имел никаких повреждений, и все краски были свежими. Именно в этот день ежегодно православная церковь отмечает праздник – явление иконы Казанской Божьей Матери. Лик был помещен в Успенском соборе, который находится в Казани. В 1904 году, чтобы продать драгоценное обрамление, икону украли и в итоге уничтожили. Сегодня в храмах по всему миру используют копии чудотворного образа, которые уже не раз проявили свою силу. В истории известно много сведений, когда Казанская икона Божьей Матери появлялась сама собой. В этих местах строили часовни или храмы, где с людьми происходили настоящие чудеса. Казанская икона Божьей Матери входит в перечень наиболее древних русских святынь. Ее используют для обращения к высшим силам, чтобы решить разные семейные неурядицы и избавиться от проблем со здоровьем. Еще этот лик применяют для благословения молодых.